Фестиваль мультипликационного кино «Наливное яблочко» традиционный, проходит раз в два года. Этот уже четвертый по счету. В 2022 году свои киноленты представила 51 студия со всей страны. Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирская область. Всего 146 рисованных историй. На большом экране показали свои работы и бердские студии анимации. Детские работы – это всегда открытие, это всегда интересно, это всегда ново. Поэтому каждый год меняются участники фестиваля. Кто-то приходит, кто-то уходит в студии. И поэтому очень мультики интересные. Свои, свои! Так это же наш Чернецов. Берчане сделали из пластилина героев и озвучили их. Совсем как профессионалы. Для того, чтобы огонь вот так горел, может уйти несколько дней. Картинки оживают на трех уровнях, а их движения фиксирует камера. На эту киноленту ушло полтора года. Называется «Настоящий солдат». За основу сюжета взят рассказ из книги «Птица Слава» Сергея Алексеева. Фильм около четырех минут. Чуть менее трех тысяч кадров. Снималось все это очень долго и очень муторно, потому что нужно было снимать множество мелких деталей. Мы очень устали, но мы очень рады. Сюжет крутится вокруг солдата, который участвует в русско-турецкой войне под командованием генерала Суворова. За 18 лет снято более 50 фильмов. Но мы работаем в основном в объеме и в пространстве. Хотя и не забываем и стоп-моушен перекладочку. Каждый человек хочет создать свой новый мир, какое-то свое новое ощущение пространства. Необычного какого-то пространства. Я думаю, все дети об этом мечтают. Через своих героев можно отправиться в любое путешествие. Берчане мультфильмы не только смотрят, но и создают. Герман Нечаев в 2019 году работал над авторским мультфильмом по произведению из артуровского цикла «Сэр Гавейн и зеленый рыцарь. Мифология». Сложный и кропотливый процесс. Анимация объехала уже практически весь мир. Есть и награды. Сегодня работу можно было увидеть на большом экране. 12 кадров в секунду. Сказали раз, уже 12 кадров пролетело. Этого достаточно. То есть, это количество кадров, необходимое для плавной анимации, еще опытным путем на студиях Диснея было выяснено, что не обязательно 24 или 30 кадров в секунду. И, в принципе, вся рисованная анимация, она сейчас делается в 12 кадров. Мультфильмы оценивали режиссеры, сценаристы, мультипликаторы, а также творческая группа ТВК. Мы отсматривали ролики всем коллективом, оценивали мультфильмы и монтажеры, и операторы, и пиар-директор, и программный директор. Я вообще считаю, что все ребята, кто принимал участие в конкурсе, заслуживают высокой оценки. Нам было очень нелегко выбрать лучшие работы. Но мы это сделали. Мне очень понравилось. Так здорово. Ну, дают какую-то свободу детям самостоятельно делать, ну, творить. Фестиваль продолжается. Итоги будут оголошены чуть позже. Но сегодня уже известно, что в семерку лучших вошли работы Бердска. Это еще раз показывает высокий уровень наших мультипликаторов.